Угол между высотой и биссектрисой, проведенными из одного угла треугольника, известен. Выразите через него разность двух углов. Так, давайте я отсюда рисую. Есть высота. Есть какая-то биссектриса. И вот этот угол обозначен как угол. Представьте себе, что вот этот угол альфа, вот этот угол б. Требуется найти соотношение на угол фи, альфа и угол б. Найти какое-то соотношение на эти три причины. Оказывается, замечательно, через фи выражается разность углов альфа и б. Соотношение между величинами фи, альфа и угол б. Оказывается, что эти величины не независимы. Между ними есть какая-то связь. Какая-то формула, которая удовлетворяет эти три величины. Вот этот угол, вот этот треугольник, он прямоугольный. Да. Вот этот его угол равен 90 градусов минус альфа. Да, конечно. Также вот этот треугольник прямоугольный. И угол равен, получается, 90 градусов минус альфа и минус альфа. А, нет. А вот этот угол равен 90 градусов минус альфа и минус альфа. Минус альфа и минус альфа. Мы добавляем вот этот угол, чтобы выйти вот этот. Равен 90 градусов минус альфа и минус альфа. И получается минус альфа плюс 2фи минус бета. И получается альфа минус бета, 2фи. Просто посмотрела на все эти углы, но на самом деле не совсем так. Очень часто у такого типа задачи в диаметре есть проблема. А если угол тупой какой-нибудь, понимаете, если у вас вдруг угол альфа является тупым, тогда что будет на картинке? Весота будет падать. То есть, строго говоря, здесь надо бы рассмотреть еще отдельный случай, когда угол альфа тупой. Нет, я не к тому, что я сейчас хочу это делать, я просто к тому, что это надо понимать, что на каком-то там экзамене вам за это... Дело не в этом, в большинстве случаев даже формула будет такая же. Но просто писать, что альфа минус бета равно 2фи, конечно, нельзя. Почему? А потому что мы не знаем, какой из углов альфа и бета больше. То есть проблема в том, что все-таки при некоторых соотношениях будет чуть-чуть по-другому.